На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Дело всей жизни почетным гражданином Ленинского городского округа стал инженер видновского ПТО ГХ Виктор Голосов. От твоей работы зависит спокойствие жителей. Все краски осени на ярмарке в центре города Видное. Товар-то вкусный, качественный. Обалденный, самый вкусный. В парк отеля Орловский прошел фестиваль «Октоберфест» по-русски. Шикарный праздник, все очень хорошо. В этом году почетным гражданином Ленинского городского округа стал Виктор Голосов, бывший директор, а ныне инженер технического надзора производственной службы видновского ПТО ГХ. Работу на предприятии он называет делом всей своей жизни. Тему продолжит Екатерина Борисова. Видновская производственная служба теплосети Виктор Николаевич Голосов работает всю жизнь. Сюда он пришел 25-летним юношей после окончания института на должность инженера. Да так и остался. Интересные люди. И не бывает такого однобразия. Всегда каждый день что-то новенькое. Коллектив очень замечательный. Собственно, благодаря коллективу, может быть, и я стал тем, кем я стал. Потому что это верные друзья и помощники. С 2003 по 2018 годы Виктор Николаевич руководил предприятием. Именно при его директорстве были существенно улучшены схемы теплоснабжения округа. Благодаря замене котлов и установке дополнительного четвертого, мощность районной тепловой станции была увеличена на 60%. Сейчас Виктор Николаевич – инженер технического надзора. Капитальный ремонт и реконструкция теплосетей проводятся под его чутким контролем. С утра будешь демонтаж делать подающего трубопровода. И тогда ты пропихнешь из канала сюда новую трубу, здесь сиднись около задвижки. Работа трудная, разъездная, но интересная, а главное – нужная. От твоей работы зависит спокойствие жителей. Мы же, честно говоря, людям радость дарим. Все вот наши сотрудники, каждый, я не говорю, что только руководитель. Каждый сотрудник дарит людям радость, тепло в дом дарит. А это вот дорогого стоит. Многие коллеги называют нашего героя своим учителем и наставником. Моим наставником, руководителем, как директором был именно Виктор Николаевич. Он никогда никому не отказывал в советах, никогда никому не отказывал в своих предложениях по улучшению всевозможных процессов в работе. Он по натуре такой работник, который всегда у него в голове такие неодинарные оригинальные решения сложных вопросов. Всегда к нему подойдешь со своими проблемами, он всегда поможет, объяснит, то есть никогда не повысит голос. То есть замечательный руководитель как человек, как специалист очень грамотный, очень много знает. И как человек очень хороший. Поэтому мы его все любим, ценим. За профессиональные заслуги в этом году Виктор Голосов был удостоен звания почетного гражданина Ленинского городского округа. Виктор Николаевич признается, приятно, конечно, но ничего сверхгеройского в этом нет. Он просто добросовестно делал свою работу. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Все богатство осенних красок можно наблюдать на ярмарке в центре города Видное. Чего тут только нет. Богатый развал из сезонных овощей, ягод и фруктов, множество палаток с теплой одеждой и обувью. Среди покупателей оказался и наш корреспондент Юлия Погосян. Как известно, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Утверждение старое и верное. В этом можно убедиться, посетив ярмарку, которая по традиции расположилась в Видном на площади у кинотеатра «Искра». Ощущается приближение зимы, большой ассортимент верхней одежды, головных уборов, что называется, на любой вкус, и кошелек. Утепленные спортивные костюмы, уютный мягкий трикотаж. Российские производители у нас представлены. Качество очень хорошее. Ткани в основном все натуральные. Носится идеально. Просто стираются, не скатываются, не деформируются, не садятся. Костюмы спортивные до минус 25 с утеплением идут. Выбор огромнейший. Приходите к нам. Женщин порадуют развалы с одеждой для сна. Эти уютные пижамы не оставят покупательниц равнодушными. А для создания домашнего уюта здесь можно приобрести мягкие пледы разных размеров, постельное белье, качественные подушки и одеяло из натуральных материалов, банные полотенца и кухонные принадлежности. Дополнить осеннее настроение помогут вещи ручной работы и шелка и козьего пуха. Здесь у нас перелины, шарфы, латки. Дальше у нас есть пух волгоградский. Это теплый-теплый, самый теплый пух. Хороший чуни. Чуни – это чебоксары. Валеная шерсть. Это лечебная, как валенки. И носятся они много лет. Согревает и тепло, и сердце, и душу. Невозможно пройти мимо развала с сибирскими ягодами, аромат которых сразу вызывает желание заварить чай и насладиться целебными свойствами продукта. Есть княжи Никова, царская ягода, брусничка, облепиха, сборе жимолость, красника, вороника есть. Готовится на пару без сахара, с пектином яблочным. Очень полезно для иммунитета. А ее как пить, заваривать? С чаем в прикуску, с творогом, с кашками, кто как любит. Традиционно на ярмарке представлен широкий ассортимент овощей, фруктов и зелени. Рыбы, как свежей, так и соленой. Меда и, конечно, мясной продукции. Один из стендов – местные фермеры Ленинского городского округа. Яйцо домашнее, отборное, куриное обычное, гусиное, утиное, молочко, сметану, творожок. Все делают сами. Товар-то вкусный, качественный. Обалденный, самый вкусный. Конечно, качественный. Было бы некачественно, наверное, мы бы тут не стояли и не торговали. Ярмарки в Видном проходят уже не первый год. Многие продавцы имеют своих постоянных покупателей. Это удобно. Приходишь и мы уже знаем здесь продавцов, которых берем всегда. Так что да, довольна. Вот именно почему-то я вот к этой палатке подхожу. Продавцы хорошие. Спасибо большое, что приезжают. Ярмарка продлится до воскресенья. Успейте вдохновиться осенним настроением. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Видновском ЗАГСе прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилярам семейной жизни, где чествовали пары, прожившие вместе более 50 лет. Среди приглашенных были Геннадий Яковлевич и Валентина Ивановна Солянкины. Мы встретились с ними, чтобы узнать секрет их семейного долголетия. На пробу. С кабачками? Да. У меня не с кабачков. Я не знаю, что с кабачками делать в рене. Знакомство с щитой Солянкиных начинается с подарка съемочной группе «Банки варенья». Естественно, собственного приготовления. Геннадий Яковлевич и Валентина Ивановна живут рядом с парком Солянки. Здесь мы и решили выпадать секрет их семейного долголетия. Начиналась их история в далеком 1965 году. После службы в армии пошел работать. Понял, что надо учиться и пошел на подготовительные курсы. Там встретил симпатичную девушку, 18-летнюю. Познакомились. Вряд ли кто думал тогда, что эта история продлится более 55 лет. Поначалу, как принято говорить, искра между молодыми людьми не проскочила. Тогда все начиналось с дружбы. Друзья были. Вот, ага, напарник. Домой, значит, с работы, с института. Домой по одной дорожке мы ехали на автобусе. Дружба продлилась два года, и в 1967-м они поженились. И сейчас они с теплом вспоминают тот день, разглядывая свадебные фотографии. Я гляжу, там, ну, гостей немного было, да, только друзья, вот, свидетели. Нет, ну, это мы, да, это в этом, в ЗАГСе, в самом. Вот, это мой друг, вместе мы учились. А это моя сестра. Несмотря на то, что работала в семье только Валентина Ивановна, а Геннадий Яковлевич продолжал учебу, рождение детей откладывать не стали. Через год родилась дочка, первая у нас была, вот. Ну, а сын, он попозже уже, уже, так сказать, я уже работал давным-давно. В 70-х семья перебралась в Видное, где Солянкины, и получили квартиру. С тех пор подрастали дети, менялась жизнь, но одно у них оставалось неизменным – любовь и взаимопонимание. В семье всякое бывает там, бывает там, рассорились. Ну, полчаса проходит, все, мы уже в рост не можем. Не можем мы в рост, мы обязательно должны вместе. Даже поругались через полчаса опять, как будто ничего не было. Не каждый может похвастаться 55-летним юбилеем совместной жизни, но недавнее мероприятие, которое проходило в Видновском ЗАГСе, где чествовали долгожители семейной жизни, пригласили и Солянкиных. Вы сумели не просто сохранить семью, любовь, верность. Вы вырастили детей и воспитываете внуков. А вот этому подрастающему поколению очень важно видеть пример семьи, отношения, заботы. Естественно, мы не могли не задать вопрос, в чем же секрет долгой семейной жизни. По мнению Читы Солянкиных, ответ на него оказался весьма прост. Я думаю, что надо, во-первых, ну, это первое, конечно, любить друг другу. Уступать. Иногда не идти, вот, один, другой, там, свое мнение отстаивать. А, ну, отстаивать надо, но в конце концов принимать общее решение. После нашего разговора Геннадий Яковлевич и Валентина Ивановна продолжили свою прогулку по парку, словно по жизни. Рука об руку уже более полувека. Максим Козлов, Кирилл Ванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Музыкальная студия «Гармония» на сцене Дворца культуры города Видное показала рок-оперу Михаила Рачевского «Огниво». Сказку, поставленную по мотивам известного произведения Ганса Христиана Андерсона. Волшебную историю посмотрела наш корреспондент Наталья Буслаева. Сюжет сказки повествует о солдате, который возвращается домой после службы. По дороге он встречает злую ведьму. Главный герой оказывается умнее и хитрее колдуньи. И получает волшебное гниво, которое исполняет его заветные желания. Первый раз в этом году мы его показали в Репину. Мы ездили в детский дом для детишек под Питером. Мы там выступали. И второй раз выступаем, получается, здесь. То есть мы репетируем, у нас есть план репетиции. И на какой-то день мы назначаем спектакль, отыгрываем его в Дворце культуры. И дальше куда нас там пригласят или позовут. Музыкальная студия «Гармония» создана в 1991 году. Репетиции проходят на базе Дворца культуры. Сейчас в репертуаре коллектива 19 рок-опер. Это драматические, такие как «Княжна Мэри», «Мастер Маргарита», «Ревизор». Есть детские оперы «Огнивы», «Копер в сапогах», «Сказка о папеи» и «Работники в обалде». То есть у нас контингент все такое, очень разное. Красочные персонажи и декорации, спецэффекты, увлекательный сюжет и восхитительные голоса артистов не оставили равнодушными юных зрителей. Спектакль рассказывает о самых добрых чувствах и качествах, которые помогают в жизни. О том, что добро всегда побеждает зло. С 1 октября артисты студии «Гармония» приступят к репетиции рок-оперы «Мастер Маргарита». Наталья Буслаева, Елена Кушелева, Видное ТВ. В парк отеля «Орловский» прошел фестиваль «Октоберфест» по-русски. На родине в Германии он проводится в течение нескольких дней. Начинается в сентябре и заканчивается в октябре. По этому месяцу и получил название. Наша съемочная группа побывала на празднике. Провести день вместе с близкими, выпить пиво и отведать вкусные блюда. Потанцевать и все это под открытым небом. Фестиваль «Октоберфест» по-русски проводится в парк отеля «Орловский» уже в восьмой раз и становится все более масштабным. И хотя в этом году немного подвела дождливая погода, но это не помешало встречать гостей не только из Подмосковья, но и разных городов России. Это хороший веселый праздник, где много еды, напитков, музыки, веселья, танцев, несмотря на эту великолепную осеннюю погоду. Хороший праздник, хорошее настроение. У пива здесь особый статус. Частный пивоварник, кстати, подмосковный, порадовали десятками сортов этого пенного напитка. Все только самое свежее и качественное. Есть эксклюзивные сорта, есть вишневая, есть клубничная, ну и больше по классике. Есть портер тот же самый, который плотный, вкусный. То есть любой любитель пива может прийти по своему вкусу для себя что-то выбрать. Впрочем, ошибочно думать, что «Октоберфест» – это только фестиваль пива. На самом деле пенный напиток – лишь одна из его составляющих. А история фестиваля вообще началась со скачек. Теперь же это большой праздник, где в списке предлагаемых активностей буквально все. Можно попробовать различную кухню, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть различные шоу. Кстати, те, кто побывал в Германии, отмечают, что «Октоберфест» по-русски ничуть не хуже. Здорово очень, очень ярко, очень вкусно, очень гостеприимно. И даже вот наши питомцы толной радости и такого вот прям единения с природой здесь. Здесь здорово, тепло, уютно. Праздник «Огонь» для детей, вот есть развлечение, хоть родители отдохнули. Пиво вкусное, песни веселые. Поэтому всем советую, приезжайте отдыхать. Шикарный праздник, все очень хорошо. Ели колбаски, пели пиво. Что мы еще ели? Раков. А, раков еще ели. Ребенок участвовал у нас в раскрашивании игрушек из дерева. Весело, супер, много позитивных людей, приятно, можно провести время с семьей и близкими. Спасибо большое организаторам за такой праздник. С наступлением вечера гостей ждала развлекательная программа, в которой выступили звезды российской эстрады. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова